Мэр Инты Владимир Киселев проинспектировал отдаленные населенные пункты района села Косьевом и деревню Кочмис. Путь по реке занял несколько часов вместе с местными жителями. И представителями ЖКХ обсудили подготовку к предстоящему отопительному сезону и проверили исполнение проектов народного бюджета. Илья Зубов знает подробности. Первая остановка села Косьевом. Здесь вместе с сотрудниками мэрии на берег сошли и коммунальщики. Они готовят жилой фонд к предстоящей зиме. Здесь приехали с представителями Акваграда. Они будут делать промывку, опрессовку в своих сетях. Также представители теплоэнергии на котельной проверяют работу и подготовку к отопительному сезону. Привезли материалы, привезли специалиста, проверили и посмотрели благоустройство. Это ПАК Островы. И проходит на доме Косьевом номер 3 капитальный ремонт. По программе капитального ремонта меняют систему отопления, систему холодного водоснабжения и канализацию. Тоже посмотрели, работают и идут в плановом режиме. В принципе, все устраивает, нареканий нет. Поэтому приехали, проконтролировали. В селе Косьевом продолжается Синокос. Большая часть общественных территорий и дорожек очищены от травы. Видно, что село ухоженное, трава скошена. Здесь мы тоже приобретали косилку. То есть видно, что работы проводятся. И буквально неделю назад закончили здесь работы по врезке пожарных гидрантов. Сегодня мы их посмотрели, проверили, они работают. После закрытия детского сада и сельской школы из-за отсутствия детей освободилось несколько помещений. Часть из них сельчане продолжают использовать. Например, уличный ангар, где оборудован спортивный зал. Другие же, например, здания прачечные, можно использовать для иных нужд. Двухэтажный дом номер 3 в этом году капитально ремонтируют. Здесь частично заменили систему водоотведения, провели новую электропроводку, установили щиты. Работой финансирует региональный фонд капитального ремонта. Выделено 3 миллиона 800 тысяч рублей. В 2022 году в рамках программы «Народный бюджет» был проведен капитальный ремонт павильонов скважин в селе Косьювом. Отсюда вода попадает на котельную и в подключенные дома селян, а также на социальные объекты. На скважине сотрудники «Акваграда» выполняли работы по опрессовке и монтажу вентилей. «Опрессовка. Сначала врезаем вентиля на 20, потом опрессовка. Потом все. Можно акты подписывать. И к зиме скважина будет готова по теплу. Короб разбираем, чтобы вентиля врезать. А для чего необходимы вентиля? Вентиля, чтобы опрессовку сделать нормальную, чтобы, если что, перекрыть скважину. Если вдруг батарея разморозится, перекрываю скважину, и больше никому препятствий не надо, и делаешь остальную работу». В 21-м году в рамках социального партнерства с газовиками провели реставрацию мемориальной композиции села Косьювом «Коленопреклонный воин» в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. В этом году дополнительно установили табличку с названием. В селе заменили 30 ламп уличного освещения на новые светодиоидные. Эти работы тоже выполнены в рамках проекта «Народный бюджет». В деревне Кочмис на правом берегу реки Уса сейчас проживает всего 46 человек. Раньше в этом подразделении ухтпичлага выращивали молодняк крупного рогатого скота и лошадей. Для работников построили бараки и многоквартирные дома. «Помнят, что это ваше». «Ваше». «Делали?» «Потому что сколько мы бились, а вы приехали и сказали, будет у вас скважину». Администрация округа заложила деньги на оборудование трапиков. Работы частично выполнены. Жители деревни отмечают, что у них сейчас много строек. На территории Кочмиса есть и новые срубы и уже почти возведенные дома. «Кажется, деревня начала жить. Она не утухает. А даже в городе сейчас посмотришь, дачи начинают скупать и восстанавливать. Да, я же говорю, везде вот что-то…» «Тема как-то, да, получается». «Можно приятно выйти, я думаю, что новые здания вон там строят, здесь строят везде». Селяне попросили главу администрации помочь в открытии магазина в деревне или же организовать регулярный привоз продуктов. А еще лучше наладить регулярные сообщения с ближайшим поселением – селом Косьюво. Илья Зубов, Наталья Думих, Дмитрий Сшилецкий, телеканал Юрген, Интинский район.